Профессор изучает немецкий в очках. Сахар хочет померить. Так раз и ни с того ни с сего и кидает в пот. В такой липкий, знаете, ну вот нехороший. Вчера ветер, вот эти колыханки, которые, ну вот и лежаночки, что котята лежат, снёс. Какой был ураган. Понижено, чи повыше, чи вообще отношение к сахару не имеет твоё состояние? Нет, 141. 141, 90, 50, 70, ну нормально, 7,5. Больше куда ни шло. Прям ни с того ни сего, прям раз так. И ведёт, да? Ну оно видно. Этот, наверное, климакс. То у тебя острахандроз, то у тебя климакс, тебя не поймёшь. Вы не знаете, как вылечивают от депрессии? Вчера пришла она с работы и говорит, у меня депрессия. Да, у меня депрессия. А я говорю, Юлечка, если у тебя депрессия, поезжай в Украину. И она сразу пройдёт. Она говорит, что ты меня учишь плохому? Хорошо. Да, у меня депрессия. Вы не знаете таблетки о депрессии? Ой, там, кстати, мужчина спрашивал, хоть пластиночку таблеток от мигрени надо написать в группе. Может быть, этот. Там есть же у тебя, поделишься пластиночкой. А ты знаешь, может, и правда человеку надо. Ну, может, и правда надо человеку. Да. Всё надо. Да, там. Надо, чтобы тебе же ставили этот диагноз. Это же вы не так, а только по МРТ могут поставить. Да, это круто. Ну, мало ли, а вдруг она только приехала с Украины, у неё была мигрени. Нет, я всё, конечно, поделюсь. Если у меня есть что-то, мне не жалко. Любой каприцей ваши деньги. Ну, я, например, манджарой не могла поделиться. Нет, вот это такое. Инсулином бы дала бы шприц, но совсем другой. В общем, вот такие пироги. Ладно, давай, учись, студент-профессор. Ты сегодня как не могла один урок там пройти. Всё говорят, Юля, это очень тяжело. Всё равно нужно учиться в коллективе. Юля говорит, нет. А я вчера слушала мужика, лингвиста, он говорит, что если ты год изучаешь, то год изучать слишком много для изучения языка. То есть за полгода ты можешь изучить язык, и нет таких людей, которые не могут, в общем, язык изучать. Представляете? Я, конечно, вообще не знаю. Уже два с половиной года никак не могу изучить. Всё на А0, на А0, 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 А0. Прикинь-то, говорит, что столько языков. Его он русскоговорящий, родной второй язык, это у него этот, английский. Самый сложный для него, это японский язык, вот. И говорят, ну, а самый лёгкий, это славянские языки, ну, это же, наверное... Так русский самый тяжёлый язык. Ну, один из тяжёлых. Ну, русскоговорящий носитель этого языка. Ну, да. И самый, говорят, а самый любимый ваш язык, ну, всё же он склоняется как бы так, не так любимый, что прям любимый, но всё же итальянский у него. Итальянский? Да, имеется. А чё? Ну, вот не знаю. Говорят, индийский очень лёгкий. Ну, там же в Индии, наверное, всякие наречия есть такие. Ну, конечно. В общем, интересно, там я его не до конца дослушала такой. А я думаю, что Юля говорит, я буду слушать про языки, и думаю, что она там слушает. Ага, умный такой, дядька. Он тебя депрессии может вылечить? Он нет, не может. А котлета тебя может вылечить? Нет. А котлета? Нет, не может. Ни котлета, ни котлета? Нет, ни то, ни то. Однако. Не вылечит. А ну, не трогай, мать. Ты смотри, какая. Так, не трогай никого. Батон, сейчас ты получишь. Вече надо. Не даёт покойникам. Не даёт. Так, ладно, пошла я приготовлю котлеты. Посырники. Я смотрю урок. Ну, это сейчас жарю котлеты. Значит, сначала скажу вам, что положила в них. Фарш, лук, два кусочка хлеба, замоченных в молоке, соль, перец. Больше ничего. Вообще я ложу яйцо, но в этот раз, думаю, не буду ложить яйцо. Вот посмотрим, какие они получатся, какие они получатся на вкус. Значит, и слушаю фильм ужасов. Сейчас вам расскажу. Новости. Значит, в США, ещё в 17-м году, чи 18-м, в общем, в каком-то году было найдено тело мужчины за холодильником. Слышали вы эту новость, читали? То есть, мужчина работал в супермаркете, зачем-то он залез на верхнюю полку в холодильник, не наверх, а на сам холодильник наверх. Там могли лежать овощи, фрукты. Он на них обратил внимание, залез и провалился за холодильник. И сколько он не звал на помощь, и звал ли он, или он потерял сразу сознание, непонятно. Значит, никто к нему на помощь не пришёл. И когда этот магазин уже закрылся, и через 10 лет начали это оборудование полностью убирать, нашли тело мужчины. И задаются себе вопросом, а как же люди? Ну, оно же воняло, наверное. Это же просто пипец, какая смерть. Говорят, представить не можете, как может вонять в супермаркете в отделе фруктов или в мясном отделе. В общем, страшная смерть. Родители его искали. Как-то он поругался с родителями, что ли, ушёл из дома. И вот такая ситуация с ним произошла. Это не ситуация, это ужас на самом деле. Сегодня у нас в городе праздник будет, культур праздник. Ну, то есть, каждая национальность, которая здесь проживает, там, турки и индийцы, правильно? Не, наверное, не индийцы. Как называются жители Индии? Ну, может, индийцы. То, что есть индейцы, это индийцы, наверное. Значит, Пакистан, Иран, Украина, Германия. Все будут представлять свою страну. Будут представлять кухню. Ну, всё это продаваться будет. Хотели пойти. Ну, так как Юлия себя чувствует. Никуда не идём. Так, ну ладно, я переворачиваю ко-клетки, покажу вам, что с ними. Ко-клетки. Ко-клетки. Может быть, и ко-клетки. Всё равно, главное, чтобы было вкусно. Честно говоря, не знаю, то ли положить яйцо, нет связывающего, связующего состояния. Такие немножко рыхловатые. Наверное, положу яйцо и хорошенечко сейчас всё отобью. Наверное, даже не яйцо, а белок. Правильно? Потому что могут развалиться в любой момент. Готовить я умею. Это сырнички. Юля! Смотрите, какие сырники. Сейчас я Юлю покажу. Чисто. Здрасте, Юля. Хочешь, я тебе сырнички покажу? Давай. Смотри. Масса. Биомасса. Нормальная? Получились. Попробуй. Да нормальные пробы, вкусные. Смотри, я положила 250 грамм творога, одно яйцо, три ложки манки и майонез. И вот это, гляньте, сколько жира дало. А, и этот, как его зовут? Ванильный сахар. Абулгель. Да? Очень. Прикинь, сколько жира находится в майонезе. Представляешь, сколько мы едим жира. Ой, это вкусно, как тот. Клянуть. Абулгель. Не получили. Оладьки я умею готовить, сырники нет. И сырники всегда у меня не получаются. А коклетки, посмотри. Еще фарш остался, я его положила в коклетки вот эти внизу с яйцом, а наверху без яйца. Ну что, давай отпусти? Давай. А, мне нравится сырник. Смотрите, хорошо, чтобы плохо не было. А? Чтобы плохо не было, он сильно жирный. Прям сплошной жир. О, как торт. Ты что? Что, я отклонюсь? На нем барабан. Если было бы, ну, я бы сказала вам, на. В итоге они вот так вот шипят. Такое, кстати, интересно, масса поднялась. Я поставила в холодильник оставшуюся. Хочешь поджарить? Наверное, надо больше мути или манки. Не, чтобы он это взял. Так, надо, чтобы оно растаяло. Ну, как манка растает? Да нет, еще 3 ложки и так дохера. Ну, а как оно? В общем, я не знаю. Не, ну, может, майонеза переборщила. Не, ну, я-то попробовала ничего. Наверное, от ванильного сахара от этого. Классно. Так, ладно, надо есть. Время уже 6 часов. Я же откусить хочу. Я хоть ела, а она опять ничего не ела. Представляете? Продолжение следует... Продолжение следует...